Так, теперь мы возвращаемся, значит, в нашу, мы сделали круг, посмотрели, как у нас формировалась идея, как мы поняли, что нам нечем заниматься, как мы во все в этом внесли витальность, ну, как жизнь, живу, умру, не умру. И дальше у нас возникает, соответственно, история, что нам надо чем-то заняться и у этого заняться возникают два вопроса, а они возникают реально. Потому что если у нас не будет смысла действий, если у нас не будет смысла высказываний, то наше занятие, то наше занятие вернет нас к вопросу. Улавливаете? Поэтому, когда я говорю, что важен смысл высказываний и смысл действий, и это должна быть наш труд, я как раз говорю про смысл жизни, но не в том смысле, как мы его привыкли понимать, когда предполагаем, что есть предназначение, что есть некий, должен быть какой-то, там, экзистенциальный смысл во всем происходящем. Вот экзистенциализм. Бог умер, кто сказал? Ницше. Что? И умер. Думайте. Он писал, он очень был живучий, и несмотря на то, что 10 лет уже ничего не соображал, он еще пописывал время от времени, и объявлял себя Христом и Дионисом. Ему нравилось две, два образа. Минуты пробуждения разума, значит, он подписывался Дионисом, Богом распятым. Поэтому ему не помешало и жить, и утверждать собственное несуществование в качестве... Но это ирония. Да, экзистенциализм. Когда пропадает высшее начало, которое объясняет мне смысл жизни, неважно, как это, там, первородный грех, или еще что-то, значит, дальше возникает вот эта лакуна, лакуна между вот этим высвобоженным, без действия, без занятий мозг, он начинает искать для себя вот эту расщелину, которую он способен был бы закрыть дырку перед сохранившейся идеей смерти, потому что экзистенциализм — это всегда смерть и смысл вот этого существования. Зачем я страдаю, что есть мое переживание, ну, смысл жизни, собственно говоря. Я спрашиваю, по-моему, даже такая есть отдельная статья. Да, значит, смотрите, вот экзистенциализм. К чему они все приходят? Приходят к интерпретации чувств. Придать смысл чувствам. Смысл страданий нам преподавали религии все эти. А это придать смысл чувствам. Разъяснить чувства. Недействия. Чувства. Смысл моей тревоги. Осознать конечность мироздания и собственную, значит, распахнутость бытию. Вброшенность в дозайн, понимаете? Нет, это в дазман, понимаете? И это была ошибочная конструкция, понятное дело. Она никуда не идет. А вот с высказываниями и с действиями мы продолжаем находиться в вопросе. Именно эти смыслы могут нам занять наши действия. И это происходит в самых разных интерпретациях. Значит, когда мы пытаемся объяснить собственную деятельность, мы пытаемся внести смысл. мы делаем это затем-то, затем-то, затем-то. Так? Присваиваем для того, чтобы... Я просто показал, что это конструкция, при которой мы любой смысл можем внести, и от этого не поменяется абсолютно конфигурация того, что мы обречены на это. То есть, можно пытаться найти, почему я что-либо делаю. Я начинаю находить этому объяснение. Для того, чтобы заполнить, а смысленно, собственно, заполнить дефицит этого мозга. И дальше возникает вопрос про то, что я вам говорил в начале. Будущее. Абсолютно виртуальные, несуществующие конструкции. И зачем ты это делаешь? Для того, чтобы получить какой-то результат. И нужен образ будущего. Соответственно, если вы создаете образ будущего, то смысл того, что вы делаете, когда вы к нему идете, становится вам очевидным. Вопрос, какое будущее вы будете себе строить. И от этого будет определяться того, как вы будете определять смысл своей жизни. Если вы объявите, что вы воспитываете детей, смысл вашей жизни оказывается в детях. Если смысл вашей узреть истину, то, собственно говоря, ваши исследовательские вещи оказываются смыслом вашей жизни. Смысл мы начинаем искать от будущего, которое, собственно говоря, и формируется теми частями мозга, которые у нас лишние. Префронтальный король. Можно ли сказать, что какое-то будущее лучше другого? Какие критерии использовали для того, чтобы сказать, что это будущее лучше другого? Там, где вы не проиграете. Уровень жизни? Нет, ну это уровень жизни. Он же вас может ухудшиться. Если нам нужно, но мы остались живы, это неизбежно. Ровно до того момента, пока это перестанет работать. самая ключевая важная вещь, что то, что я делаю, не может как бы прийти к ничему. Ну, то есть, условно говоря, если мой смысл в детях, вы к чему придете? Вы придете к детям ровно до того момента, пока они вырастут и обретут свой собственный смысл. Если вы учитель, у вас может быть смысл в детях. потому что вы не теряете то, чем можете заниматься. Вы можете продолжать быть быть пределья. У вас не заберут смысл. Если у вас смысл в карьере, вы можете остаться без смыслов. И если у вас смысл в деньгах, вы можете остаться без смысла. И мы возвращаемся к историкам, потому что их история, их первая постановка вопроса, она, конечно, исходилась в той среде из сохранения лица. Но сохранение лица при каких обстоятельствах? Когда ты все потеряешь? Когда ты потеряешь здоровье, ты должен сохранить лицо для того, чтобы… Но когда вы хотите из Жоза сделать смысл жизни, вы что-то напутали, потому что она закончится и будет кончаться с плохим Жозом. Если вы хотите сделать смысл жизни в карьере и в великом достижении, вы потеряете этот смысл, потому что все ваши достижения, ну, они все всегда уходят, как нарастающий культурный слой, любое ваше достижение превращают в ничто. Если вы хотите делать в детях, ну, если мы берем трагические сценарии там и так далее, они просто перестанут быть детьми. Условно говоря, если вы хотите сохранить смысл жизни, который будет закрывать эту внутреннюю пустоту, которая у нас неизбежно появляется в случае удовлетворения потребности, свободного времени, отсутствия религии. Ну, религии не в смысле, вы можете верить, но одно дело, когда вы верите, что что-то такое есть высшее начало где-нибудь, это не объясняет вам смысл жизни. Вы должны предметно-конкретно верить в то, что был Егова, были Адам и Ева, было преврешение, плод познания, Христос потом пришел, чтобы всех спасти, и так далее. Только в буквальном смысле вы можете понимать, понимать, что вот вам уготовано Царствие Небесное обещанное, и, соответственно, все решается вопрос. Если вы просто думаете, что какой-то есть высший смысл, это высшее, что нас родило, породило, и так далее, у вас нет смысла жизни. Как только вы вкладываетесь во что-то конечное, вы неизбежно приходите к тому, что вы потеряете смысл жизни. Все, что вы можете потерять, вы обесценить можете. Если я понимаю, что мой смысл в детях, потом дети выросли, сказали мне, что я старый козел, я теряю смысл жизни. Внуки же при этом скажут, что вы не старый козел, а потом еще и промуки. И дети остаются, остаются. Нет, но если мы детей рассматриваем как детей, то можно пойти в детсад, не в детсад, а лучше в дом малютки, и вы обретете максимальный смысл. Про учитель говорю. Да. Но когда мы говорим про детей, мы говорим про детей. а не про смысл жизни, как люди говорили, что мой смысл, мы вложили, вырастили, и так далее. Это может случиться как с конструкцией, при которой мы его потеряем. Все, что мы можем потерять, мы можем обесценить. Поэтому если я вкладываю в детей, потом ребенок меня не слушается, дальше что? Я тебя породил, я тебя и убью. Но вы вздумайтесь, все, что вы можете, все, что может потеряться, может быть обесценено. Поэтому любая наша ставка на что-то, что можно потерять, а это карьеры. И это все, что заявляется официальными ценностями. Ну, такими, как бы сказать, культурными. Карьеры, деньги, потомство, что еще? Собственность, здоровье. Здоровье важно. Но как смысл? Если у вас наступит депрессия, вы что будете переживать, что вы так долго, хорошо холили свой организм, жестом, чтобы он сдох? Ну, это вы его обесцените, ну, какая разница, что это все все равно. Все можно будет обесценить. Все, что оно или закончится, или обесценено. И поэтому, если мы хотим, ну, у нас же сегодня 20 апреля, и мы как бы ставим перед собой задачу найти смысл жизни. Сегодня день поисков. То это должно быть что-то вот в рамках действительно стоического, когда они говорят, научись, какие техники использовали стоики. Мне нравится противопоставление с апокурейцами. И Пикур говорил, вспоминайте приятное, что у вас случилось в прошлом, и проводите так время. У них редко что-то хорошее случалось, поэтому им было приятно думать. А стойки говорили, проснулся сегодня, и представь себе, что у тебя все отобрали. Ногу отрезали, еду отобрали, власть отобрали, свободу отобрали. Чувствуешь дрожь? Хорошо, потренировался, завтра продолжим. Это у них такое было упражнение, я не шучу. Что? С утра. С утра. Вместо зарядки, да. Да. И, но это все, видите, какие процедуры, да? Теперь давайте представим себе, что мы не занимаемся вот этим странным стоическим упражнением, чтобы сохранить свое лицо перед видом смерти, но чем мы можем заниматься, что не может быть обесценено, что не может быть утрачено. и если мы находим что-то такое, то мы можем говорить, что в нашей жизни есть этот смысл, который будет третьим, нежели смысл высказываний и смысл действия. И есть люди, которые скажут, что они это ощущают как смысл, и я не буду с ними спорить. Если они будут говорить, что они ощущают как смысл свое служение, если они будут ощущать свой смысл как учение, ну там, учителей, например, изучение, исследование, это невозможно обесценить. Это как вот здесь, понимаете? присвоить смысл можно чему угодно, но самое важное не иметь возможность это обесценить. И если у вас это есть, что-то такое, что вы находите, это и есть важно, про которое мы с вами говорим на таблетке. То есть там есть критерии, кто прошел, кто помнит, знает, кто не прошел, тот дойдет. Но если вы подумаете, и вот критерии, которые мы там используем, с точки зрения там, насколько это востребовано другими людьми, насколько это может вас мотивировать без дополнительных каких-то обоснований. и посмотрите, что я привожу, дети, вот если вы учители, ощущаете себя учителем, и это для вас важная внутренняя составляющая, вам нужно искать обоснования, зачем вы что-то делаете, ну, свою работу. Если вы врач, который для вас это важно с точки зрения того, что вы можете избавлять людей от страдания, важно, нужно ли вам искать дополнительные обоснования, почему вы это делаете? Это невозможно обесценить, потому что у этого как бы нету конечности. До тех пор, пока есть другие биологические объекты с этими генами, вы все равно должны, учителя нужны были в древнем Риме, в древних Афинах и так далее, и так далее. Почему? Потому что они востребованы этими другими людьми. А вот наши собственные из нас исходящие смыслы. Я хочу самоутвердиться, я хочу кому-то что-то доказать, я хочу что-то сделать великое, я хочу найти свое предназначение. Это все вещи, которые все надуманные, но в одном случае вы как бы пытаетесь присвоить смысл в своей жизни. И это присвоение всегда рискует слететь, как, понимаете, банный лист прилип, потом вы высохли, он отлетел. И вот это все время ощущение того, что мы натягиваем на себя банный и ищем, чтобы такое придумать, чтобы присвоить себе смысл жизни. Ну, понимаете, в каком смысле мы хотим, чтобы наша жизнь была со смыслом, иначе нам грустно это, вот это и так далее. Но грустно нам не поэтому. Нам сначала грустно, потому что у нас есть этот лишний мозг, который должен заниматься. для того, чтобы заниматься, мы должны производить работу. Работу нам производить лень, потому что нас ничто не толкает изнутри эту работу производить. Да? Вот дышать есть изнутри, желание есть изнутри, это есть само по себе, оно заключено в реальности. Здесь у нас появился лишний орган, и мы этому лишнему органу пытаемся найти деятельность, потому что во-первых, он сильно разросся, во-вторых, благодаря тому, что он разросся, мы высвободили себе время и удовлетворили свои потребности. Мы как бы нашли, создали себе аппендикс, который мы должны найти занятия. И дальше начинается занятие искать смысл жизни, потому что там предыдущие вот эти штуки вели конструкцию смерти, вели конструкцию предназначения, задачи, которые даны свыше, и так далее. И мы пытаемся на себя натянуть что-то такое, чтобы использовать это в качестве мотивации для своей работы, для своей деятельности. Зачем я зарабатываю много денег? Чтобы что-то, у меня какой-то смысл должен быть в этом. Зачем я строю карьеру? чтобы кому-то что-то доказать или еще что-то. То есть мы ищем эти смыслы и неизбежно переживаем разочарование, потому что любой смысл, который можно потерять, вы можете девальвировать. И единственный способ занять вот эту лишнюю историю, лишний мозг, единственная возможность, это найти деятельность, в которой вы не будете придумывать смысл, но где ваша деятельность будет востребована. Вам не надо ее изобретать, потому что если она начнет изобретаться, вы опять заходите в этот порочный круг. Вы пробежитесь по одной конструкции, я для того, чтобы семью. Будете все вкладывать в семью, семья разваливается. Дети вырастают, говорят, спасибо, до свидания, вы хватит мучить. И так далее. То есть любая деятельность начинает, любые присвоенные, придуманные смыслы приведут к разочарованию. Нам надо вернуться в реальность, а в реальности то, что востребует нашу деятельность. Само по себе востребует. не потому что я считаю этим нужным.